Глава города Евгений Шестернин сегодня на аппаратном совещании затронул тему транспортной реформы в Бердске. Нужна ли она городу? Этот вопрос чиновники отрабатывают с Министерством транспорта региона. Общественность Бердска беспокоена вопросом возможной транспортной реформы. Как рассказали в администрации города, в правительстве Новосибирской области создали рабочую группу по рассмотрению проекта реформирования общественного транспорта. В чем суть этой реформы в Бердском отделе транспорта не пояснили. По информации местных СМИ, предполагается, что в городе начнет работать единый оператор-перевозчик. ПТП фактически ликвидируют, прекратят работу частные перевозки. А Бердская администрация должна заключить контракт с единым перевозчиком и оплачивать его расходы. Сейчас чиновники передают всю информацию о работе городского транспорта в областное министерство. Мы готовим определенные цифры, которые являются открытыми, которые анализируют уже представители Минтранса. Их экономическое и транспортное подразделения. То есть мы сейчас снабжаем информацией министерства о том, сколько у нас маршрутов, какая сеть, сколько транспорта и так далее. После этого, когда будут проведены расчеты в двух направлениях. Первое, например, экономическое. Насколько город готов экономически что-то менять. И второе, это, как сказал глава города, удобство и выгода для жителей. Насколько возможны изменения будут удобны для горожан в передвижении, в ожидании транспорта и так далее. Как только будут готовы для обсуждения, то абсолютно открыто мы обсудим и посмотрим, насколько городу это необходимо, в принципе, для удобства жителей, насколько город это потянет экономически. С нас запросили только предложение. Если это невыгодно городу, никакой реформы не будет. Если городу выгодно, значит будем рассматривать, как это организовать. Однако изменения в пассажирских перевозках все же ожидают жителей Бердска. Это касается стоимости проезда в муниципальном транспорте. С 15 декабря стоимость проезда в автобусах вырастет. Приказом департамента по тарифам стоимость проезда увеличена на 1 рубль. Это касается маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории всей Новосибирской области. Таким образом, стоимость проезда в муниципальных автобусах составит 25 рублей. Комиссия отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства продолжает объезды дворов многоквартирных домов. Специалисты отдела обнаружили большое количество крупногабаритного мусора. С управляющими компаниями мы работу проводим. В своей временности подача заявки на вывоз крупногабаритного мусора. Параллельно работаем с экосервисом по ускорению вывоза мусора. Возможно, это связано с приближением к концу года. Люди наводят порядок, избавляются от старой мебели. То есть, вот этот момент нами отмечен. Комбинат бытовых услуг работает в штатном режиме. Сотрудники КБУ ищут дефект в районе тепловых сетей котельной ТГК-1. На этой неделе основной это чистка водоподогревателя, горячее водопоснажение, ЦТП-1. Затрагивает один миг МКД по вокзальной. Проверить изоляцию труб, где у нас идет источник теплоносителя. Особенно у школ, там депрессор на этих трубах сидит. Ремонт постоянно приходится делать. Держите на контроле данные объекты, данные участки трубопроводов. И на этой неделе прошу активизировать работу по наведению порядка по изоляции оголенных участков трубопроводов. Вы знаете, о каких объектах мы говорили. Лично на контроль возьмите. Управление ЖКХ также работает в плановом режиме. За неделю вывезли 600 кубометров снега, готовят технику к снегопадам. В соответствии с графиками продолжается строительство важных объектов. Водопроводы в микроюне «Космический», новые сифонные линии водозабора, муниципальные бани. Чрезвычайных происшествий в Бердске не было. В Бердском отделе МВД зарегистрировано больше 350 сообщений о происшествиях, 22 из которых преступления, 8 раскрыто. Также глава города вручил цветы главному врачу Бердской центральной городской больницы Алле Дробинской и начальнику отдела физической культуры и спорта Светлане Ашихмины. Недавно они отметили дни рождения. Субтитры создавал DimaTorzok